друзья всем привет и сегодня мы с вами будем рисовать котика шляпки в рамках нашего акварельного интенсива у меня в работе будет бумага консон это 60 процентов хлопка содержания я уже сделала предварительный рисунок то есть в принципе мне нужно только главный объект и в принципе больше ничего все остальное будет у нас экспромтом по цветам самые основные цвета это сиена жена кобальт ультрамарин сепия и для затемнения каких-то участков понадобится серопейна вот все остальные цвета если у вас их нет которые будут у меня в замесах ничего страшного используйте какие-нибудь свои работы я буду вести у меня бумага абсолютно сухая для первого этапа для заливки за будем закладывать тень свет мне понадобится флейт с которым я буду смачивать предварительно участок и плоская любая кисть у меня это белка микс для сразу закладки тона подготовьте сразу себе салфетки я сначала флейт и думаю что я залью сразу обычной водой пол листа своей работы смачивая в принципе обильно напомню что я не срезала со склейки лист я оставила его на ней я никогда так не делаю вернее делала ну крайне редко вот поэтому будет такой эксперимент вместе с вами вместе и не дожидаясь высыхания я даже наверное еще трону вот здесь под лапками у нас там будет тень и не дожидаясь высыхания я беру кобальт и чуть-чуть его оглушу любым желтым можно натуральной сиеной охрой что у вас имеется и начну с самого верха обхожу шапочку шляпочку даже преднамеренно оставляю такие зазоры не можно растянуть немножко дальше по листу у меня последнее время манит шляпки особенно на котиках он не напоминает котика ван гога я не знаю были ван гога котик вроде бы нет я недавно прочитала его биографию как-нибудь расскажу о книге мне очень понравилось прям я под большим впечатлением осталось так закрываем и дальше то есть это я просто кладу некий подтон у нас здесь будет сверху листва но так как она просвечивает небо вот я стараюсь заложить это небо чтобы потом не возвращаться до когда у нас пойдет зелень так ну и пока там вся эта история у нас входит в глубь листа я возьму еще кобальт то есть мы продолжаем с кобальтом также немножко совсем чуть-чуть мы глушим любым желтым такой легкий замес и переходим сразу же к нашему котику то есть смело берем и вот таким вот образом смотрю на референс да и вот я вижу что там у него вот такая вот мосичка у него вот там вот вся в такой тени щечки можно пальцем помыть щечки у него прям изумительные это самое главное на что я обратила внимание что меня привлекло вот можем в принципе и сюда такой голубой заложить определяем сразу свет да то есть он вот как то так вот на него так падает и вот все таки динамику вот эту да мы сохраняем щечку чуть-чуть у нас тут прикрылась здесь у него вот такие классные щеки и вот сразу по все по всему коту мы будем трогать вот эти места то есть то что я вот вижу такими пятнышками смотрю на их формы не сразу же и передаю пойдем на грудку больше воды бумага не смочена с двух сторон да она достаточно быстро подсыхает если вы работаете тоже не на стопроцентном хлопке то надо это учитывать мой помощник мой помощник Ирина Воробей это кисть именную я выиграла на самом деле не подумайте что как то какая то реклама нет нет я ее честно выиграла на равных условиях прям именную кисть это очень приятно имена кисть от Рублева я их просто люблю за то что они делают прям свою работу с любовью художник для художников вот поэтому если вы еще никогда не пробовали кисть никакой никакой товар от Рублева то я конечно от всей души советую вам попробовать так ну мне не очень нужен сухой лист поэтому там где у меня высохла я не вливаю сюда да потоки воды пускай он идёт там своими волнами этот лист хотя мне это не очень нравится я не люблю когда волнами лист вот все таки предварительно скажу так что под мою технику ведение частями все таки не подходит наверное я в будущем я в будущем буду все равно срезать листы со склейки вот но для пленеров если вот кто-то ходит то это конечно хороший вариант рисовать прямо на ней вот я спускаюсь вот сюда здесь у нас есть лапа и мы ее поголубей здесь у нас есть лапа спереди она подсвечивается и я хочу ее вот обойти подчеркнуть сразу вот этой вот тенью но не совсем вот прям впритык да эта кисть у меня просто с водой чисто с этой лапой то же самое но может быть тень немножечко полегче всегда можно успеть вернуться и что-то затемнить вот вот если уже закрасить сразу то вряд ли получится реанимировать хотя есть у меня ну не у меня я тут недавно вспомнила про прекрасный способ процарапывания я вообще вы никогда не использовали не использовал не использовала раз-раз что-то я заговариваюсь но вот тут недавно я попробовала и вы знаете мне очень понравилось это вот если что-то действительно пошло не так можно взять острый нож и подснять я так реанимировала на этюде причем он был пробный глаза кота я тоже если вы мне напомните я вам обязательно покажу покажу расскажу что я имею ввиду если кто-то не знает так лапы лапы структура лап ну они такие знаете засвеченные что тут что-то прям так вот ковырять прям не очень хочется вот вот это вот лапу больше да на ней какие-то тени опять же можно будет к ним вернуться они такие сгибающиеся на вот снизу можно так чуть-чуть где перелом вот этой вот формы да ну главное не потерять какую-то легкость и рядом с лапами у нас там тень она точно будет темнее я не буду конечно это тыква это вообще какой-то разгар лета на референсе но так как мы все в каких-то поисках и это такая знаете ученическая работа все-таки добавим какой-то фантазии тыквы мы с вами рисовать не будем да не стоит вот поэтому вот здесь тень если я определила что у меня свет вот так добавим такой вот сюда такой тени от лап голубым таким цветом так с этой стороны у нас тоже будет темно ну как темно чтобы потом в конце у нас собралась композиция то по краям листа мне хочется как бы собирать у нашего котика ван гога все внимание поэтому здесь можно тоже проложить цвет бумага мне нравится вот она прям очень так благородно она выбирает в себя пигмент распределяет по листу думаю что это будет имитация такого забора может кто-то видел у меня был пробный такой этюд абсолютно случайно я нашла и вот решила что на нашем интенсиве я сделала по нему урок потому что захотелось действительно какого-то такого солнечного сюжета запал мне он в душу и на маленьком формате такого котика не захотелось мне оставлять вот ну что это у нас голубая такая заливка да мы переходим к другому периоду у нас другой период будет желтый переходим к желтому цвету я беру охру натуральную и и добавлю туда охры золотой так а что я сказал вру сиену натуральную я давно ее не было на самом деле сиена натураль она у меня была только в кюветах и я и рисовала тысячу лет назад вот так как сейчас все в основном в тубах это конечно редкость вот и начинаю закладывать вот этот вот желтенький цвет как видите мы уже давно работали с вами здесь сверху поэтому влажной кистью можно немножечко смочить но только аккуратно чтобы не пошли разводы здесь главный момент вот в этой вот части чтобы у вас шляпа и сам кот не были отдельными объектами друг от друга то есть не бойтесь вот видите я даже трогаю и самого кота этим цветом даже вот я продолжу потому что на него тоже падают такие и рефлексы вот и мазки по форме шляпы где-то остаются пускай остаются какие-то пробелы можно их даже какие-то и сохранять но когда вы подходите ближе к коту чуть-чуть влажный хорошо отжатой кистью делаю это все объединить часть соприкосновения лба котика будет достаточно темная поэтому можно не бояться где-то что-то перетемнить можно добавить больше золотой охры если у вас нету золотой охры используйте обычную жены сиену так ближе к лбу там у нас будет более насыщенным вот даже мне вот здесь хочется немножечко подснять беру просто больше воды целлюлоза тем хороша что с нее можно что-то вот вымыть на там прям не совсем уходит далеко нужно и здесь чуть-чуть подразмыть так и еще сверху шапочку там больше солнца попадает на нее по нашей задумке краешек желательно вот здесь вот здесь вот оставить белым лист бумаги так ну и быстренько пробежимся по всему котику буквально так деликатная влажной кистью и сверху я вижу что вот тут рефлексы и мордочка сама у котика она должна быть теплая котики они все теплые пушистые воздушные вот и лапки тронуть согреем лапки вот здесь вот тут белая белая коты у них рефлекс от всего все что его будет окружать кисть и перейду на внешнюю композицию оставляем котика и начнем с окружения листва у меня майское зеленое прекрасный цвет я надеюсь знаете нас страна такая большая и где-то уже весна в разгаре а где-то даже и намека нету поэтому у меня прям скучаю я по по зелени поэтому хочется такой вот уже солнечный весны где уже все цветет майскую зеленую где-то вот прям чтобы она горела и светилась я ничего в принципе туда не подмешиваю у нас тут уже подложка так скажем есть лист сухой но там где вот мнение не нужно вот это вот такой резкий переход смачиваем воду водой разгоняем смело разгоняем так но еще куда-нибудь сюда вот пятнышко полный экспромт теперь я в майскую зеленую добавлю серую пейну и намечу места которые я хочу оставить не должны быть темными затемнить с зеленью можно поиграть конечно не обязательно брать мои сочетания можно еще смешать фиолетовый с каким-нибудь тоже ярким зеленым или с оливковой вот можно поработать такой сухой кистью для каких-то интересных может моментов вот я чуть-чуть кобальта добавила веточки может какие-то туда запустить так с этой стороны я тоже сделаю даже не знаю как он там пойдет вот здесь хочется конечно потемнее какой-то хочется интересный зеленый ладно пока с этим зеленым с кобальтом не нравится больше да может какое-то такое направление какие-то участки я сглажу и 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 чем какие-то просветы я оставляю можно сделать плоской кистью какие-то просветы в каком-то лесу кисть пожестче возьму прям мягкая очень мягкая кисть будете делать когда какие-то протиры старайтесь разнообразить их можно салфеткой какие-то может быть фактуры добавить с другой стороны повторять если вы сделали какие-то действия с одной стороны повторение это в сюжете в работе это всегда очень хорошо сразу наверно закроем вот эти вот кусочки закрою наверное светлым возьму просто золотую ухру и тоже наверное добавлю туда натуральные сиены был более такой даже сиены больше ну что то у меня тут салфеточка прилетела ну что то у меня тут салфеточка прилетела пока здесь влажная мне хочется здесь сделать темнее вот эту часть больше добавлю майской зеленый и вот так наверное обойду шапочку не хочется закрывать какую-то часть нужно как-то так точечно еще где-то пройтись ничего страшного если у вас попадает зелень даже можно ее специально немножечко так растянуть и под запустить на на шляпу и на котика преднамеренно вот и живут сюда сюда и здесь он там рядом зеленью и уходим теперь вот в эту вот часть верхнюю в ухру добавляю майскую зеленую каких-то хочется таких более теплых здесь кусочков я немножко сбиваю да вот эти вот линии которые так экспрессивно у меня просится положиться на лист там где мы протирали можно подчеркнуть такие вот стволы немножечко их тоже так списать где не нравится как растекаются обязательно тереть вот и чтоб он прям такое не было прям каким-то непонятным таким пятном светлым добавить туда на других каких-то пятен более зеленых более темных вот над этой мелочью просто здесь так хорошо быстро сохнет бумага и эти мелочи очень важны и с ними можно очень долго заниматься заниматься вот где-то что-то затемнить когда у вас более или менее вы сделали какой-то фон имитацию так сказать какой-то листвы то лучше вернуться уже по сухому когда работа более или менее под соберется вернее под собрать ее еще лучше еще тщательно и более свежим таким взглядом вот какие-то светлые места больше прикрыть где-то наоборот что-то оставить вот то есть когда мы уже здесь видите так сухо можем что-то такое веточки какие-то добавить по сухому так мне не нравится вот этот вот вот это вот часть я ее наверное разобью ну что-то я там влезла кистью я ее разобьем на часть ну и затемнить конечно мы успеем всегда единственное что возьму более какой-нибудь такое коричневое пока у меня вот здесь такое что-то мокрое тоже каких-то веточек разбавить зелень так я думаю что мы будем переходить непосредственно главному объект чтобы смотреть где еще нам нужно будет что-то добавить фон вот пока оставляем так единственное что вот кобальт я взяла и вот эту вот часть мне прям очень хочется сразу обозначить так ну а вот с этой частью я еще пока повременю и я сглаживаю края только не со стороны шапочки а вот так беру вандик коричневый и все-таки мы сейчас смочим чуть-чуть деликатно смочим котика начиная со шляпки здесь будьте очень аккуратны не должно быть у вас много воды иначе у вас поднимется нижний слой я намечаю те участки где мне надо добиться вот этого вот мягкого перехода я добавила немножко жжуные сиены за щечкой вот эту часть я тоже ее прокрою так идем сюда в эту часть ну а здесь у нас практически все такое темное кисть поставлю немножечко так ребром и внимательно за полосочками на шляпе ну она такая как бы конечно она может играть в неправильности знаете свой есть тоже своя прелесть немножко сепи или какого-нибудь нейтрального тинта будем дальше учим менять места которые нам прям совсем надо прикрыть так успею или не успею сгладить так конечно если бы мы работали по мокрому но бы лучше сюда пошло бы на котика но ничего страшного главное добавить воды вот эти вот линии мне очень нравится когда они получаются чтобы у вас вот но не было такой четкой линии вот сюда так я добавила еще нейтрального тинта замес такой коричневый из у меня там ван дик можно сепию использовать конечно же конечно же можно себе и хочется вот так прям смелее добавить вот этого вот контраста в те участки где мы видим вот эти вот прям темные такие части но смотрите аккуратно не закрасьте все ваше шляпку тут прям такой ответственный момент где-то сухую кисть прям очень выгодно оставить а где-то то есть но сгладить и вот там где наши щеки они наши да вот котика немножко сглаживаем и возможно где-то даже под снимаем вот размываем но следим за этим где-то можно даже и воды плюхнуть для эффекта не бойтесь работать кистью разных направлениях и быстрее быстрее вот в эту часть меня тут так лихо сразу зашла плоская кисть прям помощник в этом прокрывать сразу хорошие такие плоскости ну и дополнительно такой эффект некой структуры так здесь низ наверное оставим так мне вот еще не очень нравится как тут история пошла оставим так оставлю 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 не оставлю а у меня такие безумные дни я прям у меня голова если честно со всеми своими какими но у каждого до человека бывает что-то такое что-то он прям торопится а у меня вот иногда я ловлю себе себя на мысль что мне пора над собой как-то еще более основательно поработать чтобы держать себя так скажем в какой-то форме и не впадать в какую-то панику причем чтобы вы понимали о чем я говорю это паника больше знаете надуманная вот какие-то наши переживания некоторым нету жизненным подтверждением но ты прям вот так оставлю а то я сейчас прям совсем там что-нибудь затемню единственная шапочку сверху я промываю кисть и возьму более какой-то рыжий цвет так ли возьму другую кисть чтобы долго не мыть жжёная сиена более такая радужная солнечная так и прям кусочками там вот что-нибудь такое вот тронуть ее ох попала а попала я в тициановую она пригодится тициана если у вас нет нету можно любым оранжевым кадмий оранжевый можно будет заменить этот цвет в будущем ну сейчас мы дойдем и я проговорю что там чем можно будет заменить также я смягчаю немного там где мне хочется быть какие-то вот блики и рефлексы и из-за того что у нас здесь вот такой вот прям темный коричневый я просто тыкнула пальму опять туда в этот замес и немножко и я добавлю добавлю так точечно этого цвета сюда спустимся немножко ниже чтобы все вот эту историю нам тоже объединить возьму я ультрамарин и жженую сиену чуть-чуть совсем у меня вот свежие еще здесь такая заливка но меня интересует вот прям вот дальние щечки передние мы практически вот ну трогать не будем да нам вот нужно чтобы все это то ушло туда либо хотя бы подчеркивалась что вот оно прям там и прокрывая вот такую вот тень на лбу у нас тут тень не боимся прикрыть глаза а стараемся больше вот прям наблюдать за этой тенью как она у нас там идет если что-то нам не нравится вот тут мне не очень нравится и можно чуть-чуть то чтобы она такая да котик у нас пушистые шерсть не имеет у нас четких таких граней поэтому конечно же даже можно и вот сюда немножко так облегчить какие-то уголки чуть-чуть сделаю на кисти более легкий замес просто вытираю его у салфетку так я вот смотрю что мне не очень вот здесь вот вот это вот щечка немножечко то пацис под снятием все таки хочется что-то вернуть что-то убрать так так суховато я взяла такой серенький дальше цвет ультрамарин и джона и сиена дай тут выходим за из шапочки наш где-то я еще трону и когда чувствую что много воды на кисти я стала реже работать каллиграфической и прям но она прям сейчас очень поможет сглаживая в котиков этот прием не исключить где-то может быть много от шляпки замес все-таки сюда хочется добавить потому что чтобы они хоть как-то между собой перекликались и обратно в ультрамарин можно не ультрамарин можно также продолжать с кобальтом ой но не таким уж лучше с ультрамарином так здесь нам не хватает то уже этих пятен каллиграфическая кисть тоже очень хорошая ее можно переворачивать разной стороной давать такую фактуру чтобы вы не рисовали да и вот вот эта лапа чтобы она у нас так не уходила туда вернуть ее немножечко на место сгладить да вот когда бумага прям сухая приходится чаще это делать поэтому конечно я больше люблю все таки все таки работа по округу мне прям не хватает вот этой вот влаги в которую можно постоянно что-то добавлять 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 ну ладно будем считать что все равно пробовать надо все имеет место быть просто главное самому понимать зачем это надо какие-то переходы если прям становятся такие жесткие и вам не нужен такой эффект значит размываем размываем добавляем воды сглаживаем где надо пока работа еще у нас и идет можно что-то подвигать перенести поменять и какой-нибудь сейчас сразу темный там сепия до сепия ее можно даже затемнить какой-нибудь знаю серопийный в общем во все что у вас есть прям темная мы поставим сейчас глазки 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 поставим особо там ничего не прорисовывайте смотрим на наш референс намечаем точечно наклоны соблюдая крутим свои кисти и вот сразу становится понятно когда глаза на месте что же нам тут еще не хватает вот 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 да не хватает нам более какого-то коричневого затемнение здесь немножечко подразмыть до глаза вытянуть тени ниже продолжаем лепить лепить это можно провести такие у него тоже там складки более сделать такую тень изломчатую более коричневых добавить у него и складки можно сделать это по сухому и помочь себе водой то есть объединяем сразу всю эту историю вот ярко что ты и тут где ярко сразу убираю так на я думаю что я еще по итогу вернулась теперь сразу что можно сделать это поставить ноздри на лист ноздри на место любой красненький какой-нибудь коричневенький вот и поставить две такие розеточки ой этот это прям кисть для меня я даже не думала что вот она у меня будет так часто попадать в работу я промыла кисть и просто размыла вот эти вот дырочки и у меня получился сразу и дырочки на месте и и нос можно даже сразу с каким-то похожим замесом то что у нас там было немножко отодвинуть вот вот эту вот часть туда немножечко назад убираем лишнее закладываем нужное размываем растягиваем идти сразу проложить тоже каким-нибудь серым таким замесом у нас все таки вот и тут вот он серый только не не видите вот так вот а сплошные а можно положить кисть боком по ребрышкам и вот такие вещи самые основные прокладывать таким вот образом как там падает наша тень вот и немножечко загладить можно не убирать эту кисть продолжить с теневыми участками на прям кажется надо все смочить где сейчас буду работать по влажному конечно мягче кладутся все все маски таки жестких переходов я не очень дружу с ними с резкими переходы работаю прям как карандашиком как будто бы я штрихую иногда вот прям оно само даже получается как будто бы знаете так усы сами эти вот вернее подушки как будто проявляются с вами где мне не нравится я стараюсь сразу же убирать где-то что-то под разогнать вот что еще еще мне не очень нравится как тут что-то выбилось и так начинаю уже придираться что я наверное оставлю пока котиком мы перейдем к нижней части чтобы сразу увидеть что нам здесь еще не хватает я беру возьму плоскую кисть побольше даже наверное по мокрее так и сделаем что-то наподобие не знаю кого-нибудь кривенького заборчику я беру себе у меня тут и ван дик и кобальт и я туда запускаю более теплее возьмем сирену жженую так здесь по идее нам нужно сохранить свет вот поэтому уже темнить не буду ну вот возьму себе в помощь еще другую кисть просто растяну сюда прям хочется такого же рыженького солнца так а здесь вот клапе подходим значит мы подходим к лапе принципе можно по форме так вот запустить тут полосочку взять влажную кисть и сгладить это все делом таким образом там можно еще тут побрызгать там где есть целлюлоза всегда красивые эффекты всегда красивые эффекты с набрызгом вот можно даже взять что-то такого более яркого рыжего пусть и кота и сюда так и так посмотрим какой у меня тут светленькие какой-нибудь желтый прям здесь у нас будет темная здесь надо будет затемнить вот здесь сделать посветлее посолнечнее лапу мы обошли сразу же надо это все дело сгладить сгладим и разгоним так еще вот здесь снизу тут снизу не очень принципиально добавляю воды хочется знаете как будто бы вот солнце там падает может быть где-то что-то убрать так пускай так пока что и тень вот здесь нам нужно будет сделать тень берем какой-то темный коричневый или делаем сепии такой замес и вот прям вот в эту часть где у нас между лапок заложим под лапкой и как бы вот пускай сделаем такое направление тени тень тени тени или тени так вот здесь у нас тоже будет тень так сейчас будем это дело все смягчать что я уже смотрю что я теряю свои лапы смотрите смягчайте аккуратно чтобы где должно остаться прям светлое чтобы она у вас оставалась я наверно могу уже и потерять даже можно вот таким вот образом подснять как будто бы знаете там рефлекс какой-то или и лучше солнце прорывается тоже все очень здорово смотрится отходите от работы как стандартный совет от меня жалейте бумаги вернее формат берите больше ой формат побольше больше свободы здесь даже я не объединю запущу наверное на кучка не очень нравится этот участок всем работа такая одни еще нужно будет поработать посмотреть свежим взглядом можно сделать такие протиры чтобы мы понимали что это вообще такое у нас здесь забор возьму каллиграфическую кисть и максимально постараюсь взять по суше пигмент практически без воды так чтобы у нас за цвет и по добавлять каких-то прям рыженьких пятен все таки мы тут солнца ждем солнцу радуемся котик у нас тоже радуется и где-то мы оставим сухую кисть где-то мы ее размоем пускай будут такие деревяшки здесь муж как под разобрать там кисть и вот снизу под добавлять тоненьких полосочек в общем осталось все самое такое интересное с чем можно повозиться вот где-то каким-то местам вернуться вот ну и самое главное в принципе вот можно считать что работа готова дальше все это улучшение это может быть какие-то не знаю еще моменты вот она сейчас там будет подсыхать и вот я вижу что надо будет еще добавлять каких-то вот контрастных таких пятен где это действительно надо да вот но в принципе в принципе осталось вернуться к шляпе я здесь добавила такого яркого прям рыжего поэтому здесь я вам говорила что вот тициановый цвет можно его чуть-чуть смешать тициановый и жёная сиена и в шапочку добавить вот этого такого рыжего цвета где-то прям вот такими пятнами где-то можно лишь слегка слегка так задаем другое нас другое такое настроение другой акцент вместе с этим вы добавляется еще такую новую фактуру семья когда покупала тициановую я ее вскрыла и думаю боже мой зачем мне этот оранжевый правда вот он его вскрываешь тюбик и ты думаешь зачем тебе этот оранжевый цвет что вот он пойдет опять лежать вот к остальным цветам которые были просто куплены куплены почему потому что красивенький ну как красивенькие душа чего там хотела да вроде как берешь такая эмоциональная покупка вроде бы и не надо но что было но я вот прям сразу нашла ему применение чему я очень рада очень классный цвет можно даже на кости как быть такой рефлекс запустить и вот самый верх вот шляпки тоже на дне туда добавить этого такого зажечь шляпу так у меня уже все кисти грязные немножечко вот верхушечку все-таки так подразмыть работаем по сухому ну размыть немножко и смотрите вот мы добавляем какие-то яркие пятна и вот этот вот цвет можно еще запустить то есть по бокам эффект усилить вот еще что я сделаю я нарисую ему такой возьму кисть вот эту кисть не подарил рублев все остальные кисти эту я выиграла эту не подарил рублев все все остальные кисти я все сама покупаю мне тут недавно спросили ира может какие-нибудь скидки есть у рублева но у меня к сожалению нет я знаю что у насти кустовой был раньше промо-код на кисти рублев вот то есть вот кто хочет там скидок на приобретение кистей вот можно воспользоваться поискать у анастасии вот и таких пятен еще по вставлять это я вам показываю например взяла эту кисть для того чтобы набрать вот прям тициановую влезла в чистую чистую не знаю может быть лихо влезла и хочется ему такой то ли галстучек что-то такое повязать что-то такое хочется конечно сразу там затемнить хоть здесь здесь я там практически не добавляю воды беру такие чистые пигменты может быть там просто с краешку теперь прям точно так же в каком-то кобальт кобальт не знаю что это может это какой-то платоч и опять в тициановую не знаю так и кобальт вот ну кто хочет может еще добавить какие-то может быть уши может быть сюда какой-то пятно кобальтовая плюхнуть кобальта и растереть так ну и останется поработать еще с фоном тоже нужно туда добавить каких-то ярких пятен беру такой шлепер и еще вставляю такой цвет чтобы сразу не забыть что у меня там что-то такое есть веточку куда-то запускать я вообще не мастер веточек говорю честно вот но я все равно их рисую мне нравится как бы у каждого просто веточки свои иногда они прям очень нужны и что-то растереть может быть даже каким-то таким рыжим просто влезть и размыть водой прям совсем какие-то участки я конечно светлые прикрывать не буду но вот хочется похулиганить похулиганить и добавить вот других цветов не закрывать особо там какие-то пробелы которые такие сами собой интересные получились но вот если присмотреться к работе то не хватает перекликания цветов вот и хочется этого цвета добавить и в окружении то есть что у нас все-таки работа из одной истории вот главное не боятся он же все как пошел в рыжий так и не остановиться ну котик ван гога поэтому все такое рыжа коричневая я работу оставлю высыхать окончательно и буду смотреть свежим взглядом на нее возможно вернуться к фону и какие-то участки допустим вот 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 здесь вот вот здесь вот возможно прикрыть даже я и точно даже я может быть даже не уверена может уже вообще и и не трогать кому хочется нарисовать какие-то усы можно нарисовать но усы как сами таковые будут видны конечно же где-то такие может быть большие либо там бровки вот но не делать их сильно белыми потому что тоже он весь в тени соответственно белые усы будут рефлексы ложится поэтому вот с этим очень аккуратно вот ну что вот такой вот этюд мы с вами написали буду ждать ваших работ вот всем удачи спасибо что вы с нами пока пока до конца до конца до конца